Растительное масло употреблялось в пищу, использовалось для красоты и здоровья многие века. В зависимости от географического положения у каждого народа были свои привычные масла. На Руси это было Конопляное, в Средиземноморье – Оливковое, а в Азии – Пальмовое и Кокосовое. Поговорим о растительных маслах с врачом-неврологом, нутрициологом Иваном Рясиком. Иван, чем на Ваш взгляд полезны растительные жиры и как их применяют сегодня? Добрый день, уважаемые радиослушатели. Растительные жиры – это неотъемлемая часть нашего рациона, потому что они дают нам незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, которые подразделяются на несколько классов. Это могут быть так называемые омега-3 жиры, омега-6 жиры и омега-9 жиры. Причем вот именно незаменимость характерна для первых двух классов – это омега-3 и омега-6, которые обязательно должны присутствовать в рационе человека, так как мы не умеем синтезировать омега-3 и омега-6 жиры в нашем организме. Потому, конечно, растительное масло – это хорошая альтернатива даже рыбьему жиру в наших условиях, как источник вот этих полиненасыщенных жирных кислот. А как вы относитесь к оливковому, подсолнечному, рапсовому маслу? Все масла характеризуются соотношением этих жиров. Например, самые высокие по содержанию омега-3 жиров считаются, помимо рыбьего жира, опять же, такие масла, как льняное масло, кедровое масло. Чуть в меньшей степени это относится к соевому маслу. Ну и еще, конечно, омега-3 богато так называемое рыжиковое масло. Причем надо понимать, что рыжик – это не гриб, а растения семейства крестоцветных, например, да. Вот это, можно сказать, самые из востребованных масел. Ко второй категории относится основная часть масел, которые называют омега-6 масла, где преимущественно омега-6 жиры или омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты содержатся. Вот к их разряду относятся клоклассика – это подсолнечное масло, например, или кукурузное масло. Но и более экзотичное, например, какое-нибудь конопляное масло, предположим, тоже можно отнести к омега-6 жирам. И у нас достаточно популярно в кулинарии оливковое масло, которое пришло к нам из Средиземноморья и связано с так называемым средиземноморским феноменом или образом жизни, например, в том числе защищающим наше здоровье, потому оно популярно. Оно содержит заменимую жирную кислоту, которая называется олеиновая кислота, и которую мы можем вырабатывать сами. Потому уж такой незаменимости оливкового масла в нашем рационе не существует, в отличие от более ценных для нас омега-3 жирной кислоты, которая называется линоленовая, и омега-6 жирной кислоты, которая называется линолевая. А вот как раз линоленовой кислоты или омега-3, например, в оливковом масле практически нет. Да, и потому, если уж сравнивать, например, по ценности, в первую очередь это омега-3 масла, такие как льняное или рыжиковое, во вторую очередь это омега-6 масла, подобные подсолнечному или кукурузному, и уж если уж мы хотим, предположим, использовать оливковое масло, это допустимо, но суперпользы для здоровья трудно от него ожидать. Хотя, любые растительные масла являются, если они являются нерафинированными, если они получены методом холодного прессования или холодного отжима, предположим, они являются источником еще витаминов, минеральных веществ, фосфолипидов, которые, конечно, важны для здоровья. И это относится ко всем маслам. Но вот при этих ключевых условиях, как холодное прессование, потому что если масло получено путем горячего прессования, оно наоборот теряет, например, ценные витамины-антиоксиданты, такие как витамин Е, которые разрушаются в ходе технологической переработки такого масла. Нередко производители, когда гонятся за большим выходом масла из семян масличной культуры, они используют горячее прессование, но масло при этом убивают. Потому только холодный отжим, или, как говорят, сыродавленное масло, предположим. Есть сейчас еще один такой маркетинговый термин, который отражает холодное прессование. И причем масло должно быть расфасовано желательно в емкость не больше 250 мл. Эта емкость сопоставима с тем, что семья при добавлении в готовое блюдо может использовать в течение недели. Почему? Потому что все масла достаточно быстро окисляются. И нет ничего страшнее для организма, чем поджаривание на растительном масле или масло горячего прессования, которое окислилось. Потому что именно такие масла, перегретые жиры, жиры, которые использовались для поджаривания, я говорю здесь о растительных жирах, предположим, именно они составляют львиную долю атеросклеротических бляшек. Это величайший миф, что якобы один холестерин входит в состав атеросклеротических бляшек. В атеросклеротических бляшках у нас даже животных жиров мало. Там в основном окисленные формы испорченных растительных масел. Потому к маслу нужно относиться очень осторожно, очень деликатно. И темное стекло, и дополнительная картонная упаковка, если это допустимо, чтобы не было фотоокисления, то есть разрушения цвета, небольшая расфасовка, только нерафинированное масло. Но, а уж если говорить о тех трендах, тех тенденциях, которые существуют на этом рынке в последнее время, сейчас наиболее популярны масла купажированные. Когда человек несколько масел получает в одном флаконе. Во-первых, это создает уникальный вкус. Это как с духами, предположим. Если там всего лишь одна нота какого-то эфирных масел, то это считается не столь разнообразным и не столь привлекательным, предположим. И духи должны представлять как и вино, как и духи букет. Так же и с маслом. Потому, когда имеют место купажи масел, мы еще можем сбалансировать их по соотношению. Как раз вот этих омега-3, 6, 9 ненасыщенных жирных кислот. Подводя итог, можно сказать, что такие доступные сорта масел, как подсолнечное, льняное, рыжиковое, рапсовое, послужат отличной альтернативой оливкового, не уступая последнему в полезных свойствах, но ощутимо выигрывая в более демократичной цене. Новое качество жизни. Индекс качества.